всем привет сегодня мы будем с вами варить язык варить мы его будем скороварки для этого нам нужен собственно сам язык свеженький был утром язык нужно вымочить часов 7 8 но как пяти до восьми часов его нужно вымочить в обычной холодной камеры продолжаем язык уже вымоченный в течение пяти часов и отмытый в холодной воде укладывают прямо целиком как он есть я укладываю скороварку скороварка мультиварка варить его нужно в течение от двух до четырех часов в обычной кастрюле в обычной кастрюле он варится от двух до четырех часов но это зависит от возраста нашей коробки говядины честно говоря я не знаю какой у нее был возраст поэтому последнему возьму где-то будем считать что часа три нужно ее варить в обычной кастрюле но мы же будем варить скороварки также если варить обычным способом то за полчаса до готовности воду надо посолить добавить туда морковочку мелко ну так слегка нарезанную морковку лучок корень петрушки лавровый лист я возьму зелененький свежий лавровый листик корня петрушки у меня нету я положу немножко вот таких стебельков сразу петрушечки и лучок думаю такого количества лука на этот язык будет достаточно и естественно посолим куда же без соли то немного чтобы не пересолить лучше потом я досолю и заливаем водой все водичку залили теперь закрываем крышечкой закрываем клапан чтобы он был у нас закрыт включаем нашу скороварку опускаем поближе камеру и устанавливаем таймер на 90 минут на полтора часа то есть это будет соответствовать трем часам варки в обычной кастрюле если бы мы варили в обычной кастрюле нам то мы бы варили три часа а в скороварке это делается за полтора часа 90 минут всего на все так котейка смотрит на часы чтоб не прозевать время засек мурчик не там интересней там пасочки он их очень любит ладно не будем отвлекаться время установлено ждем полтора часа ну вот прошло у нас 90 минут открываем крышку давление я уже спустил и вот что у нас получилось он у нас сварился и теперь пока он горячий сразу же его нужно вытащить и переложить в холодную воду перекладываем в холодную воду и сейчас сразу пока он не остыл холодная вода и вода не нагрелась надо снять вот эту пленку она снимается как чулочек ну сейчас с холодной водой достали вот таким образом она у нас очень легко отделяется и удобно на камеру поэтому порвал таким образом снимаем хранить его можно в том же самом бульоне в котором мы его сварили если нужно хранить дольше значит посудину обязательно плотно закрываем и ставим в холодильник растяну вот такая красота у нас получилась все всем приятного аппетита пока пока подписывайтесь на канал ставьте лайки приятного аппетита приятного аппетита